Всем привет, друзья, меня зовут Фадрикс и добро пожаловать в новый ролик. Ну что, ребята, пришло время проверять новые яички на скам. Друзья, я набил бананчиков немножко, плюс 21 икс лаки. Но, друзья, я хочу сегодня открыть не обычные яички, а хочу открыть в хардкорном режиме. Я уже пробовал, если сейчас переходить в хардкорный режим, вот с этими бананчиками, которые у меня сейчас есть, 102 штуки, то они как будто бы не пропадают. Сейчас попробуем, пропадут или нет, если не пропадут, будет вообще просто найс. Почему хардкорный, ребята? Потому что хочу вот такого вот питомчика хардкорного на 127 кью. Либо на 125. Короче, ребята, хочу хардкорного мифика плюс-минус, чтобы был такой вот, который у меня сейчас есть. Поэтому, ребята, побежали, сейчас будем все смотреть, проверять эти яички на скам. Надеюсь, они реально дают то, что и обещают. И надеюсь, что эти бананчики работают. Посмотрим, ребятки, сколько потратим, сколько времени оно будет тратиться и что из них выпадет. Так что, ребятки, погнали смотреть. Но перед началом этого ролика, как всегда, попрошу вас подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. И поставить лайкусик этому видосику. Погнали! Друзья, если вы хотите безопасно купить робоксы или любую другую игровую валюту в игре, тогда я рекомендую вам сайт FunPay. FunPay это биржа игровых ценностей, где буквально в 2 клика вы можете купить все, что вам нужно в любимой игре. Все очень просто. Находите в списке свою игру, выбираете продавца, указываете количество, которое вы хотите купить, получаете предмет от продавца и подтверждаете сделку. Проходите по моей ссылке на FunPay, покупайте робоксы и другие игровые ценности легко, быстро и безопасно. Ссылка закреплена в комментарии. Итак, друзья, давайте сразу же в хардкор мод. Блин, надеюсь не пропадет. Я, конечно, перепрыгивал сейчас, бегал сервака на сервак, тестил. Пока что не пропало, надеюсь сейчас тоже не пропадет. Так, молимся, ребята. Па-бам! Так, давай-давай, быстрее-быстрее, не томи, не томи, не томи игра. Боже, пожалуйста, только не пропади, только не пропади. Фух, не пропало, слава богу, ребят. Я не знаю почему, оно раз пропадает, раз нет. Так, давайте в шоп, вот сюда, так, и мне нужно еще квестики сделать. Но я думаю, ребят, это не сильно будет напряжено, потому что многие уже сделали, и мне кажется, это не сильно будет тяжело. Так, давайте 30 фруктов сейчас соберем. Но что-то, ребята, с фруктами какая-то проблема, офигеть. Я думал, если честно, что все уже фрукты собрали, и фруктов полно можно собирать. Но я смотрю, ооо, четирюги, какие-то тут четирюги собираются вообще. И фармят фрукты, ребята, конечно, это жестко. Особенно вот здесь, на первых локациях, люди еще не доходили до последних локаций. Но придется, конечно, тогда делать что? Тогда мы делаем, летим в Дудл Мир. Хотя тут тоже есть люди, смотрите, тут уже тоже стоят, фармят так жестенько. Так, братанчик, иди на другую локацию. О, есть фруктик, нормально. Это второй, прикиньте, я пока что бегаю, только два смог нафармить. Это жестко. Вот, фрукты еще, третий, четвертый. О, тут нормально, ребят, вообще. В Дудл Мире вообще найс. А сундуки есть, ребят, сундуки мало кто фармит. Сундуки никому не нужны, а фрукты нужны, потому что они дают густые. А еще знаете, где лучше всего фармить фрукты? Вообще, фрукты очень хорошо фармить, друзья. Я только что нафармил вот эти вот 103 фрукта, которые я нафармил. По 103 бананчика, 104 яблока. Это я все здесь, Cat Kingdom нафармил. Тут очень маленькая локация и очень удобная, смотрите. Все рядом, то есть вы фармите, они сразу назад падают. Если вам, конечно, никто не мешает. Вот так вот, смотрите, берете, фармите, фармите, фармите себе потихонечку и нормально. Вот, ребят, смотрите, сразу же второй квест сделал. И сейчас мы третий квест сделаем. Нам нужно, по-моему, 20 вот таких вот сундуков. И тут тоже нормально падают. То есть, короче, тут можно фармить и сундуки. Но сундуки, конечно, никто не фармит, потому что они никому вообще не сдались. И фрукты на изи можно фармить. Поэтому, ребят, пользуйтесь, пользуйтесь лайфхаком. Кэтмир вообще, Cat Kingdom вообще просто изично. Есть, ребятки, все, третий квест мы сделали на изи. Теперь летим обратно и заходим уже, будем сами яички открывать. Найс. Но тут цены, конечно, жесткие, ребят, смотрите, 400к. Офигеть, офигеть, в 10 раз сильнее вообще. А здесь что у нас? А у нас тут 8 миллионов. 8 миллионов одно яйцо. Их здесь шанс. Ребятки, давайте сначала за 8 миллионов попробуем открыть 8 яиц сразу. Вот так вот. Ничего на автоудаление не ставим. Смотрите, как жестко, 8 миллионов, о май гад. Вот это жесть, конечно. Это оливый развод, ребята, серьезно. Это просто развод. Так, я не знаю, каким нужно быть миллионером, чтобы это открывать. А ну-ка, давайте, 8 яичек попробуем. Хотя бы один мифик выпадет или нет? Подождите, давайте возьмем еще лаки и супер лаки. Супер лаки, ультра лаки есть. Теперь пробуем, ребят. Блин, ну мне жалко, если честно, это делать. Все ради вас, ребят, все ради вас. О май гад, нет, мои глаза, мои глаза. О май гад, мифик. Аж целый один, ребята, мифик. Вы прикиньте, 64 миллиона ушло и один мифик. Ага, такая перспектива, нормальненько. Вообще найс, смотрите. О, даже ни одного мифика нет. Это жестко, ребят, офигеть. Так, а ну у нас что с этими яичками 400 тысяч? Давайте попробуем. Вот так вот поставим, 8 миллионов. Оп, раз, два, три, бдыщ, точнее 8 штук. Опять мифика нет. Даже прикиньте, даже при том, что я здесь лаки, пипец каким лаки открываю. И все равно мификов нет. Не, ну это жесть, ребят, это жестко вообще. Нет, мне кажется, это нам нужно быть дураком, чтобы такое вот тратить. Давайте, короче, на обычный сервак, ну и в баню. Я манал. Я-то думал, что цены хотя бы адекватные. Но это неадекватно, ребят, вообще неадекватно. Такие цены ставить, это прям жесткий скам. И при том, что я сколько открываю, ни одного мифика до сих пор еще не выпало, прикиньте. А вот здесь нормально, ребятки, вообще изично. Тут можно и по 1,6 открывать, и можно открывать и по 40 тысяч, сколько хочешь. Вот это совсем другое дело. Но давайте мы для начала заюзаем серваковый буст на лаки. Я думаю, можно ставить вообще на часа 2, не париться даже. А теперь летим, вежливо просим открыть дверцы и попробуем залететь. И открыть те яички, которые у нас за 40 тысяч. Найс. Так, ставлю на автоудаление. Вот так вот, раз, два, три. Легендарки мне не нужны. Только мифики, ребята. Все, теперь нормально, ребят. Захотел, слышишь? Фадрик, захотел тебе на халяву получить хардкорных мификов. Ага, уже 10 раз. Вот, вот это вот другое дело, совсем другое дело. Смотрите, Лего Шайни. Найс. Только мне нужен мифик. Мне нужен мифик Шайни. А вообще, интересно, ребят, отсюда секретки падают или нет? Кто-то отсюда секретки убивал вообще, пробовал убивать. Мне вот интересно вообще, что-то выпадет. Хотя бы вот эта вот секретка, которая сова. Было бы прикольно, если бы она отсюда выпадала. Ну, смотрите, мифики падают хорошо, по две штуки даже. Так, ребятки, давайте так. У нас сейчас 138 миллиардов 847 миллионов. Давайте мы ставим на 20 минут. И посмотрим, сколько нам всего за 20 минут выпадет. Получается, у меня уже есть 12 мификов. А все остальное уже как повезет. Погнали смотреть. И через 20 минут вернемся и посмотрим, что у нас получилось. Итак, друзья, 20 минут. Ровно 20 минут прошло. У нас все, что осталось. Это 138 миллиарда 783 миллиона. И получается, я за 20 минут где-то плюс-минус 50-60 миллионов потратил. Ребятки, это очень круто. Я думал, если честно, будет намного дороже. А теперь, ребятки, открываем и смотрим. Напоминаю, у меня плюс 21 икс лак. Та-дам! 173 питомчика. У меня 50 где-то питомчиков было. Получается, мне 120 мификов выпало. Ребят, мне кажется, что за 20 минут вполне неплохой результат. Ну, конечно, один только радужный, ребят. Плюс шайни пока что не выпали. Но давайте еще, ребят, еще 20 минут потратим. Чтобы уже окончательно убедиться. В том, есть смысл открывать или нет. Друзья, тут у нас получается икс 10 шанс на хуги. То есть, не на мифики. Поэтому, ребят, я думаю, что и здесь, и в первой локации, которая у нас получается April Fool's, там где яйцо за 1600, мифики будут падать одинаково. Но хуги, на хуги здесь шанс больше. Поэтому я решил попробовать здесь. Давайте, друзья, еще 20 минут и смотрим уже, что у нас получится. Итак, друзья, последние секунды, последние секунды, последний мифик выпадает и потратили мы уже 138,731. Практически точно так же, как и в прошлый раз, друзья. И смотрим, что у меня уже здесь. Па-бам! 272 мифика. Было 170. То есть, где-то 100 мификов падает, ребят, за 20 минут. И в этот раз уже больше радужных и больше золотых. Плюс мне выпал один шаги. Наконец-то! Первый шаги, ребят, выпал за 40 минут. Но, в принципе, ребят, я доволен. Если честно, по сравнению с Кавай и Кетами, которые у нас были в тех локациях за ивент, то тут, конечно, намного круче. Мне так кажется, ребят. И, в принципе, не очень много генемастиков тратится. Это, конечно, не хардкорный режим. Хардкорный режим это вообще бред. Но, ребят, я заметил, что вот эти вот штуки, они уменьшаются. Поэтому нужно хотя бы, наверное, 300 бананчиков собрать. И пробовать хотя бы, когда у вас будет 300 бананов. Тогда, возможно, повезет. А вы как считаете, ребята, скам или нет? Стоит эти яички открывать? Или такой же очередной скам, как и все остальные? Окей, ребят, пойду дальше проверять. Пойду дальше открывать. Спасибо, что досмотрели мой ролик до конца. Не забудьте подписаться и влепить свой лайкусик. Меня зовут Фадрикс. Желаю вам хорошего настроения. И до встречи в следующем ролике. Пока-пока.